Телекомпания «Вид» представляет. Добрый вечер. Вы смотрите «Взгляд», наш телефон в прямом эфире 217-97-59. Сегодня, как мы обещали неделю назад, мы постараемся ответить на вопрос о наркотиках. И вопрос, собственно говоря, один, можно ли избавиться от наркотиков. И для нас этот вопрос стал, когда полтора года назад Серёжа позвонила одна его знакомая и сказала, что её дочь научили в школе колоться, и она не знает, что с этим делать вообще. Да, девочку звали Вера. Я хорошо помню её. И оказалось, что помочь в такой ситуации довольно сложно, потому что вообще-то считается, что наркомания не лечится в определённой стадии. Есть такой термин даже у подводников – точка невозврата. Здесь приблизительно то же самое. Тем не менее, мы стали искать это место, чтобы как-то ей помочь. И первое, что мы нашли, была клиника на станции «Апрелевка». И тогда мы даже подумали, что если, живя в Москве, чтобы помочь одному человеку, работая на телевидении, имея возможности найти хоть что-то, нужно потратить столько сил, чтобы это сделать, то что делать тем людям по всей стране, которые ищут помощь, найти ничего не могут. Тогда же в нашей программе мы объявили, что будем искать все возможные места, где в нашей стране могут помочь тем, кто болен наркоманией. Нам звонило, ну, не знаю, до тысячи человек в день. И, конечно, это были звонки не тех, кто готов помочь, а тех, кто ищет помощь. Оказалось, что мест, где могут помочь, действительно мало. Это «Апрелевка», с которой всё началось как раз. А вот коммуна известного, коммуна последователя известного польского нарколога Марка Катанцкого. Мы, в общем-то, работаем не ради зарплаты, а ради того, чтобы ребятам здесь жилось неплохо и чтобы ребята выздоровели. А потом появились какие-то странные люди, которые называли своего духовного наставника «братцем дорогим». Потом священник. Один священник прислал вот эту кассету, где волонтеры из Питера вытаскивали из подвалов наркоманов жуткие кадры. И потом оказалось, что это коммуна «Новая жизнь», где вот с трудом сельским, да, и таким строгим очень бытом людям помогать. Вот у колоссов быть счастливым нельзя. Это, понимаешь, это противозаконно. Такого, понимаешь, такого не может быть, под небесами такого не бывает. Потом познакомились с этой замечательной женщиной Антониной Васильевной. Её дочь ушла из дома, стала наркоманкой, ушла из дома и пропала. И ей она помочь никак не могла и решила помогать другим просто. И с мужем они открыли вот такой приют, называется «Дом Марии». Человек-венец творения может чувствовать себя счастливым или несчастным от того, какие молекулы гуляют в его крови. Это оскорбление. Кстати, дочь Антонина Васильевна, она всё-таки нашла все силы отказаться от наркотиков, пришла в этот центр. Теперь работает патронажной сестрой в одной из больниц. Вообще оказалось, что самое сильное средство помочь себе, спасти себя, это начать помогать другим. Честное слово, с этим можно справиться. С этим можно справиться. И мы своими глазами за эти полтора года видели, если не сотни, то десятки людей, которые обращались во взгляд за этими адресами. Им это помогло. Но нужно сказать и другое. Та самая девочка Вера, с которой всё началось, она не пришла в клинику. А сейчас, говорят, ей совсем плохо. И специально тебе, Вера, мы хотим ещё раз показать то место, которое полтора года назад нашли специально для тебя. Я встаю с утра, я не иду колоться в туалет. Я иду чистить зубы, я иду завтракать. То, что я ночью сплю, меня ночью не ломает. Мне ночью снятся нормальные сны, мне не снятся кошмары. Я не ловлю рыбу у себя на девятом этаже, на спиннинг, как когда-то это было. Иван Раевский начал регулярно употреблять наркотики шесть лет назад, когда поступил в один из московских вузов. Дело было совсем плохо. Родители прятали ценные вещи, даже пригрозили выгнать из дома. В апрелевку Иван попал почти случайно и стал одним из первых пациентов центра Кундала. Уже два года он живёт без наркотиков. Так же, как ещё несколько сотен молодых людей, прошедших через центр Маршака. Ну, первые два-три дня сложно, очень сложно, войти, конечно, в программу, не спишь и всё. Вот. И вот я познакомился с программой «12 шагов». Миша лечился разными способами, но неизменно срывался. Повезло. Последний раз не выдержал, будучи в отпуске. Остался шанс не потерять работу. Здесь вообще в программе проходят три шага. Это первый шаг – это признать, что моя жизнь стала неуправляемой, что я бессилен перед наркотиком. Вот. Второй шаг – соглашаюсь с тем, что только сила более могущественная, чем я, может вернуть мне здравомыслие и помочь мне. И третий шаг – это веряю свою жизнь Богу, как я его понимаю. Ну, а если человек вообще никак не понимал Бога? Ну, я встречал людей, которые говорили, что, ну, третий шаг для них звучал, припоручили свою волю и жизнь Богу, как я его не понимаю. И ему было этого достаточно. Вот. Ну, вообще, на самом деле, мало кто понимает Бога. Более четырёх лет Максим не употребляет наркотики. Из них полтора года работает в Апрелевке консультантом. Это один из принципов Центра. Только личным опытом можно убедить другого наркомана. Мне пришло огромное желание отдать это. Вот то, что у меня накопилось за эти два года, да, огромное количество знаний каких-то, ну, вот опыта, того, который у меня был, меня прям распирало. Мне надо было его отдать. Я знаю, как жить трезво и счастливо. Ты не можешь понять никакого психолога, никаких врачей, даже родителей, которые тебе говорят, что это могила, туда нельзя. Ты вроде, да, я понимаю, туда нельзя. Но и всё равно начинаешь заново. А здесь ты смотришь на людей, которые прошли то же самое, что и ты. Наркоманы, прошедшие через самые разные больницы, первое время удивляются здешней жизни. Первоклассная сауна с бассейном, специально сбалансированное меню, индивидуально подобранные витаминные добавки, чистые, светлые номера, а главное, предельно плотный график занятий. Во второе направление это психофизические упражнения, которые разработаны специальным образом Яковом Маршаком на основе техники кундалини йоги. В данном случае, как бы, вот эти вот упражнения и программа «12 шагов», они, как бы, идут в одном направлении параллельно друг к другу, то есть это всё переплетается. Когда я вот делал эти упражнения, у меня, как бы, перед глазами, ну, меня всего парализовало, и перед глазами всплыла вся моя недолгая жизнь, и вот я понял, что я никчёмный человек, что эта проблема сгубила мою жизнь, и у меня просто потекли из глаз слёзы, и я не плакал уже так давно, и расплакался, и я теперь как-то по-другому, я знаю, что это для меня могила. Теперь я только здраво начал смотреть на жизнь, и теперь я только начинаю понимать, что я всё-таки смогу, у меня есть надежда, что я всё-таки стану порядочным, нормальным человеком, я выздоравливающий человек. То есть борьба добра и зла, она всегда происходит. А вот наркомания – это зло. А вот то, что здесь проходит, это силы добра, они борются со злом, с этим безумием. И мне придётся бороться всю жизнь свою с этим. То есть жить и бороться. А другого выхода нет. Наш телефон 217-97-59. Как я предполагал, пока шёл сюжет, на нашу Гаяну обрушился очередной шквал звонков. Сегодня на ваши вопросы ответит главный врач Нокологического центра, он называется Кундала. Я просто напоминаю, Яков Маршак. Добрый вечер. Здравствуйте. И, собственно, вот я хотел просто напомнить тем, кто, может, не знает, что Яков Милович ещё и внук знаменитого детского поэта. Ну, звонят в основном и родители наркоманов, потому что сами наркоманы почти не идут на контакт, за редким исключением. И, кстати, я думаю, что у тех, кто звонит сам, у них, видимо, шансы выше. Просто потому, что многое зависит от силы воли. Да, если у человека хватает решимости на то, чтобы позвонить, на то, чтобы начать лечение, наверное, ему легче помочь, да? Нет ни одного наркомана, которого насильно можно было бы вылечить. То есть тут речь идёт не о шансах, а просто об обязательном условии. Да. Яков Милович, а вы можете назвать количество людей, которым вы помогли за эти полтора года? Не полтора уже. Теперь мы существуем два года и месяц. Да, полтора года я просто беру с нашей первой встречи. Да. Но можно сказать, что сейчас уже после нашего центра держится более двухсот человек. Осторожная оценка. А, кстати, многие после «Взгляда» пришли к вам? Да вы знаете, после передачи в основном поток и пошёл к нам. Конечно. Началось всё со «Взгляда». У нас на связи Калининград. Вы знаете, там с наркотиками очень большая проблема. Наверное, самый в этом смысле проблемный город. Я слышал, конечно, об этом много раз. И там довольно много молодых людей, которые совершенно не знают, куда им податься, что делать. Калининград, вы нас слышите? Да, слышим. Это такое место в Калининграде называется «Общественный региональный фонд не от спиду и наркотикам». Это, собственно, единственный легальный в стране пункт обмена шприцов. Но нелегальных пунктов нет, потому что шприцы меняют врачи, для того, чтобы, во-первых, избежать эпидемии спида, а во-вторых, для того, чтобы хоть в какой-то контакт с наркоманами вступить. Калининград. Да, на связи. Ну вот, если вы не передумывали, давайте начинать. И, пожалуйста, Яков Еммануилович Маршак, гость нашей студии, пожалуйста, задавайте ему свои вопросы. Если можно, первый вопрос. Скажите, сколько стоит лечение в вашем центре, какова длительность его? И работаете ли вы с родственниками наркоманов, с родителями, с женами, мужьями и так далее? Стоимость трехнедельного интенсивного курса реабилитации 3950 долларов в рублевом эквиваленте. Следующий какой? Александр Анатольевич, мы уже забыли. Работаете ли вы с родственниками наркоманов, с родителями? Мы в своей практике очень четко чувствуем, что очень часто получается так, что незнание родственниками основных правил, основных моментов того состояния, в котором бывают их дети, приводит к срыву ремиссии. Безусловно, мы работаем с родственниками и объясняем им вот эту особую психопатологию, которая была обнаружена в Соединенных Штатах, которая называется codependency или созависимость. Как изменяется поведение, как изменяется характер людей, которые живут вместе в одной семье с наркоманом. И оказалось, что, когда американцы научились мерить успех лечения, оказалось, что одинокие наркоманы по возвращении гораздо имеют больше шанс оставаться трезвыми, чем те, которые попадают в семью. Вот такой парадокс. Казалось бы, семья очень хочет, чтобы их родственник был трезвым, а сама толкает его снова на употребление. Вот это вот феномен созависимости. Сейчас мы предполагаем создать уже амбулаторный двухлетний курс поддержки наших пациентов, и там эта программа будет, конечно же, расширена, и будет гораздо глубже мы сможем объяснить пациентам и их родственникам, как оставаться трезвыми. Александр Анатольевич, а Вы сталкивались с таким феноменом созависимости? Да, конечно, мы с этим сталкиваемся регулярно, и пришли к выводу, что необходима самая серьезная работа именно с родственниками больных. Наш опыт работы, а Вы знаете, что в Калининградской области уже более четырех лет работает реабилитационный центр в поселке Орехово, и ребята, которые прошли там лечение, реабилитацию, вернувшись домой, нередко возвращаются к наркотизации из-за неадекватного поведения родственников, из-за непонимания того, что с ними происходит. И поэтому сейчас вот одно из самых серьезных направлений нашей деятельности – это работа с родственниками. Александр Анатольевич, может быть, мы дадим возможность задать вопрос вот кому-то из тех, кто рядом с Вами, мы видим? Да, конечно. Только представьтесь, пожалуйста. – Социальный работник центра. Вопрос такой к Маршаку. Почему такая большая сумма на лечение? – Я тоже хотел спросить, что ты сделал, чтобы сделать дешевле этот курс? – Да, спасибо. – Во-первых, я хочу просто здесь сказать, что та программа, которая у нас, она объективно дорогая. К нам приезжал коллега из Сан-Франциско, владелец подобного же центра реабилитационного. И я его спрашивал, какова стоимость у них. Он сказал, что у них примерно вот то, что мы делаем, это 15 тысяч долларов будет стоить. – Вы привязываете систему свою, оплату системы возвращения наркомана к реальной жизни, почему-то по западным меркам все это в Калифорнии, где-то высчитали, что это вот именно столько стоит, туда-сюда. Но в России у нас же здесь другое общество совсем. Здесь совершенно другие критерии. И оценки, и, я бы сказал, и физические, и моральные, и материальные. – Конечно, существуют и более дешевые методы, но мы просто решили занять именно эту нишу, ну, просто потому что я считаю, что жизнь каждого человека бесценна, и мы хотим помочь как можно большему количеству людей. – А вот, допустим, у нашего государства найдутся какие-то деньги, которые будут давать на лечение от наркоманий. Это вообще реально в нашей экономике создать такую систему, чтобы всем наркоманам была возможность помочь по вашей методике за эти большие деньги, так, чтобы люди не платили их? Или это вообще нереально? – Нет, я не знаю, реально или нет, я буду это выращивать. А потом посмотрим, насколько мне удастся. Я хочу вырастить систему, которая позволила все большему и большему количеству людей воспользоваться именно нашим методом. И я рассчитываю на то, что какие-то отчисления от налогов на табачную и алкогольную промышленность будут идти на реабилитационный процесс. Это очень справедливо. Еще вопросы, Калининград. Господин Маршак, у меня такой вот вопрос. Ведете ли вы какую-нибудь разъяснительную работу с родителями наркоманов? Ведь, как правило, такие деньги на лечение дают именно родители, потому что у наркомана откуда у него возьмутся такие деньги? И потом, когда человек уже отличился в вашем центре, он выходит в нормальную жизнь. Ему в нормальную жизнь очень тяжело вернуться. И когда он еще дома, слышит всякие упреки, но я не имею в виду конкретно родителей, а, например, одного из них, как в моем случае, например, отчим. Я вот излечился, пришел. Мать для меня есть мать. Она для меня сделает все, что угодно. И как угодно, и в каких количествах даст деньги, лишь бы я вылечился. Но отчим, он только рад тому, что я быстрее загублю себя, опять быстрее бы я снова сел на иглу и так далее. Он только рад тому, что чем быстрее я вернусь, тем лучше для него. Чем быстрее я сдохну, так сказать, тем будет легче жить ему почему-то. А вы сколько уже не колитесь, извините? Я не колюсь. Я сейчас опять начал колоться. Но я пробовал не колоться, и когда вернулся домой, вот именно столкнулся с такой проблемой, что отчим был бы рад быстрее меня опять вернуть к этому. Да, ну, во-первых, мы здесь не слышим мнения отчима. Может быть, у него совершенно другое отношение, это только взглядное. Но я хочу сказать, что, конечно же, мы вот все эти три недели, что у нас лежат наши пациенты, мы разговариваем и объясняем и отсылаем родителей в специальные группы, это система «Аланон» называется, группы поддержки для родителей. И в этих группах родители занимаются своим внутренним переустройством при помощи той же самой программы «12 шагов». Вот, собственно, важный вопрос, что делать потом, после того, как курс лечения заканчивается, вот эти три недели. Что делать потом, чтобы не сорвать? Три недели – это обучение, это как бы не курс лечения, это процесс обучения методом того, как сделать себя счастливым каждый день, и методом того, как развить мировоззрение трезвости. А дальше надо каждый день это делать. И ситуация подобна тому, как вот человек заболел диабетом первого типа, у него не вырабатывается инсулин, и он обречен. Но его кладут в клинику, там о нем заботятся, специальным образом кормят, специальным образом дозируют ему разные виды инсулина, и еще обучают ему, как этим пользоваться. Если человек научился и выходит из клиники, и каждый день заботится о себе таким образом, ему предстоит долгая, нормальная жизнь. Если он научился, но не пользуется этим, он обречен на смерть. Если он не научился, он тоже обречен на смерть. Полная аналогия. А если человек обучился и следует этому, вообще бывают случаи, что помочь нельзя? Нет, не бывает. Если человек научился и следует этому, то 100% он останется счастливый и трезвый, и проведет очень плодотворную жизнь. Мы вот заговорили о счастье, вообще мы в прошлый раз говорили, что, наверное, ну не все, наверное, определяется химией, потому что в какой-то степени, наверное, даже немножко унизительно для человеческой души, если все определяется только химией. А вот, скажем, любовь, например. Понятно, что ваш метод, он построен на лучших достижениях науки, а наш метод, мы считаем, на лучших достижениях человеческой души. И, в общем, никакого противоречия, конечно, в этом нет. Из поселка Синеосока Ивановской области, Олеся Бондрила. Саша кололся два года. В реабилитационный центр под Азбестом его за руку привела любимая девушка, Ольга. Привела и осталась там сама. Помогать, работать, жить. Я знаю, что я смогу ему помочь, только помогая другим. И поэтому я приходила и приходила. Потом я осталась здесь жить со всеми. Ну, мне просто слишком много, видимо, надо, я так думаю. Потому что мне хочется везде, везде все сделать, все успеть и все убрать. Иногда я там ночами могу не спать, чтобы что-то там сделать. Мы снимали эти кадры полгода назад. Тогда, в феврале, мы не знали, чем кончится эта история. Жизнь в центре предельно аскетична. Тяжелый труд, минимум удобств. Плюс категорически запрет на любые интимные отношения. Но теперь все позади. Саша прошел полный курс реабилитации. Зима кончилась. Ребята еще не очень ясно представляют себе свою новую жизнь, но они снова вместе. И это главное. Мы обвенчались, мы зарегистрировались официально уже, потому что до этого 6 лет мы были вместе, но мы не были семьей. У нас был гражданский брак, мы были незаконной семьей. Поэтому мы жили в реабилитационном центре отдельно, потому что грех жить вместе. Не зарегистрировано. Бог уважает законы государства. Поэтому мы решили закронить свои отношения и приехать сюда. Теперь у нас есть отдельная комната. Мы живем вместе. Я, в принципе, Ольгу всегда любил. Я никогда не хотел с ней расставаться. У нас не было, когда мы жили еще в той жизни, то есть никогда не было желания, допустим, просто бросить ее. Не было желания никогда. Опять же, когда я смотрю сейчас, то тогда ради нее я не мог сам бросить. Раньше, допустим, вот он мне говорил, когда он даже кололся, он мне с утра до ночи мог говорить, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Это для меня было уже как с добрым утром. Понимаете, вот это слово «я тебя люблю», что оно в себя вообще включает? А это вообще, это действие, это делать. Сейчас он не говорит, он просто делает. Вы знаете, он помогает мне по домашним делам очень много. Потому что раньше я не могла его заставить вымыть ту же тарелку, посуду за собой, ту же кружку сполоснуть после еды. А сейчас он делает все, он помогает сам. Вы понимаете, мне не приходится его простить, умолять. Он когда видит, он сам это делает. У меня до последнего момента не было веры, что вот мы приедем в город, что я буду с ним делать, а вдруг он побежит куда-то, вдруг это что-то будет. И знаете, когда я приехала в город, я поняла, что я могу спокойно уйти, оставить его одного, чего раньше я не могла совершенно сделать. У меня все, у меня все есть. Мне ничего больше не нужно. Хочу спросить у Калининграда, ребята, известны ли вам случаи, когда вот, может быть, у вас что-то подобное происходило, когда любовь становилась каким-то медицинским фактором? Мне в свое время даже очень помогла девушка. Я познакомился с девушкой, нашел новых друзей, которые были далеки от наркотиков. И мне в свое время это очень помогло. Я года на два, на три забыл, что такое наркотики вообще. То есть вы влюбились, да? Да. Лишь после только, лишь после измены этой девушки, когда уже, ну, я понял, что мир для меня был потерян, туда-сюда чуть ли в петлю не лез. Только после этого я вернулся опять наркотикам. А если бы все было хорошо у нас с ней, я не думаю, что я опять бы начал колоться. То есть вот это общение, вот этот вакуум запомнить наркоману необходимо. Да, вот как раз в течение трех недель мы и даем человеку возможность, как избыть эту душевную боль, пустоту. И у него не возникает вот этой вот самой проблемы. Вот я влюбился в эту девушку, и пускай она теперь несет ответственность как бы за мою трезвость. Вот если она будет со мной, то я буду трезвым. То есть это начинается манипуляцией. Это типичный случай наркоманического мышления. Есть очень четкая рекомендация, основанная на многомиллионном опыте людей, вступивших на путь трезвости. Это людей, которые находятся в программе АА анонимных алкоголиков, НА анонимных наркоманов. В течение двух лет после этого нельзя менять свое положение. Если ты был холост, то тебе нельзя никаких допустить, никаких влюбленностей, никаких романов. Ты должен строго следовать дисциплине. Это не расшатывает, наверное, систему, да? Определенно. Сейчас объясню, да. Очень жестокое правило. Да. Если ты находишься в каком-то женат или с кем-то живешь, ты продолжаешь эти же отношения. Ни в коем случае нельзя разводиться. Ну вот вас удовлетворило такой комментарий. Все, конечно, вы все свели с точки зрения научной позиции и разжевали все мои слова, как это выглядит по-научному, вот почему так и почему так. Потому что у наркомана есть зависимость, это самое. Он теперь вместо наркотиков ему нужен другой наркотик и секс для него стал наркотик. Да почему так? Просто ему хочется общения какого-то. Он должен вернуться в общество, вот и все. Для меня секс не стал каким-то наркотиком. Она мне была близким человеком. Я понял, что я живу для чего-то. Я вот сейчас употребляю наркотики. Вы думаете, я не копаюсь в себе, копаюсь. Кто я такой? Зачем я живу? И почему я на этом белом свете? Вот сейчас мы прервемся на рекламу, а потом вы услышите... Вы услышите человека со странным именем Картха Сингх. Мы говорили с ним примерно о том же самом. Он учитель йоги и недавно приезжал в Апрелевку. Беда в том, что материальные вещи, деньги, власть, техника захватили сознание людей, их умы. Люди почитают эти вещи за божество, но скоро это божество исчезнет, поскольку и доллары, и власть имеют пределы, а жизнь бесгранична. И если люди потеряют веру в это ложное божество, то у них появится шанс перестроить свою жизнь и достичь нового взгляда на нее, без героина. Во многих странах кундалини-йогу называют опасной. Знаете почему? Потому что она делает людей самодостаточными. Нам не нужна чужая энергия, чтобы наладить свою жизнь. Мы можем жить сами по себе и делиться жизненной энергией с другими. Когда начинаешь работать с людьми, которые чувствуют ответственность, у которых есть способность и желание создать свое собственное представление о мире, используя для этого свою созидательную энергию, тогда все получается. Важнее быть ответственным за себя или за кого-то другого, как вы думаете? Ответственность заключается в том, что пока ты не достиг единства с самим собой, пока ты не самодостаточен, то ты пользуешься кем-то. Но если ты самодостаточен, то ты можешь сказать, я думаю о других, потому что лично от других тебе ничего не нужно. Ты готов к служению. Очень талантливый человек. Знаете, современный Д'Артаньян, можно так сказать. Он приезжает к нам в клинику и стажирует моих сотрудников. У нас еще есть несколько минут, да, чтобы... Да, если Каинград нас слышит... Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Света, я социальный работник. Я хотела бы узнать, после того, как пациенты проходят у вас, допустим, курс лечения, как вы помогаете им именно адаптироваться в обществе? Вот у нас первые три недели очень интенсивные. То есть они с утра до вечера занимаются только, и без всяких перерывов, только тем, чтобы научиться. А по выходе они продолжают. То есть они начинают посещать группы 12-шаговые поддержки анонимных наркоманов, анонимных алкоголиков. И кроме того, они ходят на занятия вот этой самой гимнастикой, которая ведется в городе. То есть у нас долговременная потом, но уже экстенсивная помощь. И вот сейчас мы ее оформляем уже в такой реабилитационный, ну вот амбулаторный реабилитационный процесс. У нас очень много вопросов телезрителей. Давайте хотя бы на несколько ответим. Еще раз просят назвать адрес Кундулы. Но, наверное, лучше записать телефон, потому что без предупреждения приезжать не стоит. Да, и там объяснят, как доехать. Это 436-5233. И 795-5013. Год московский 095, да? Да. Еще вопрос. Разрешаете ли вы родным и близким проведывать пациентов? Очень ненадолго. Всего три раза за это короткое время. По воскресеньям несколько часов. Спрашивают, какие знаменитости у вас лечились? У нас анонимное конфиденциальное лечение. Да, мы тоже не будем отвечать на такие вопросы. Спрашивают, как относиться к объявлениям, типа лечим от наркомании за 6 часов? С подозрением. С подозрением. Еще вопросы есть у Калининграда? Большинство людей, сидящих людей здесь у нас в кафе, хотят вылечиться, но они не могут себе позволить такую сумму, как у вас платят в вашем центре за лечение. Что нам делать? Давайте попробуем сделать так. Вот мы беремся оплатить половину реабилитационной программы для желающего из Калининграда. Если общественность Калининграда соберет эти деньги и пошлет к нам, то давайте попробуем. Единственное, что я хочу сказать, что присылайте серьезного человека, который решился, у которого нет иллюзий о том, что можно продолжать употреблять и еще как-то там лечиться. Полная решимость. Навсегда расстаться с наркотиком. Тогда мы дадим способ, как это сделать. Как вам такое предложение? Но вы поймите, вот наркоман, ему негде взять денег. Как же негде? А наркотики что, он бесплатно достает? Наркотики дорого стоят. Только извините, он лучше эти деньги, когда он зависим, он пустит на наркотики, а не на какую-то программу. Да вот в том-то и дело, что... Да, в самом деле полезно лечить, конечно. Если человек не решился тратить все, не только деньги, но сделать сверхусилие на то, чтобы сделать шаг от могилы, то никто ему помочь не может. Никакие деньги, никакие уговоры. Вы знаете, здесь все-таки достаточно сложная проблема существует. У нас в Калининграде, вы знаете, достаточно серьезная ситуация со СПИДом. И когда мы говорим девочке, которая является ВИЧ-инфицированной наркоманкой, деньги она зарабатывает проституцией. И если мы скажем, что вот тебе надо 4 тысячи долларов заработать, чтобы пролечиться, вы представляете, сколько людей она еще заразит, чтобы заработать эти деньги? Ну, неужели вы думаете, что я собираюсь вам рекомендовать именно такой способ? Боже упаси, я не думаю. Но вот с этой проблемой мы уже здесь столкнулись. Найдите, пожалуйста, серьезного человека. Я уверен, что среди вот тех тысяч наркоманов найдется человек, имеющий это решение и не имеющий иллюзий. Может быть, действительно так сделать? Может быть, найдется человек в Калининграде, который готов приехать в центр Муршака, а потом вернуться в Калининград и заниматься тем же самым? Спасибо за предложение. Если позволите, я с вами персонально свяжусь. Ну, по крайней мере, одного результата мы сегодня добились. Двух уже. На самом деле больше. Ну вот, спасибо, Калининград. Собственно, давайте думайте, кого вы к нам сюда в Апрельевку пришлете. Спасибо вам большое. Я думаю, что самый правильный способ не поддаваться наркотикам, это меньше себя жалеть, но больше себя любить. А еще больше любить кого-то другого. И помнить про то, что в мире так много трагедий, что своими руками создавать еще одно, это просто неправильно. Кстати, я вот хочу ответить на вопрос с просьбой помочь деньгами на лечение от наркомании. Все-таки мы считаем, что к нам часто обращаются люди за помощью, и иногда бывает так, что с помощью телевидения удается кому-то помочь, но все-таки эфирное время лучше отдавать тем людям, которые приобрели болезнь не в связи с наркоманией, а когда дорогие лекарства или сложный курс лечения, это просто страшная трагедия сама по себе. И прежде всего я имею в виду детей. И именно про это мы чаще всего говорим в наших программах, когда пытаемся кому-то помочь. А поскольку звонков-то с просьбой помочь значительно больше, чем звонков от тех, кто готов помочь, то тем более хочется как-то, чтобы это все-таки помогать тем, кто абсолютно в этом смысле безнадежная ситуация. Кстати, я хочу напомнить, что в интернете есть теперь специальный сайт для людей, которые нуждаются в помощи, и одновременно для людей, которые готовы эту помощь оказать. И теперь самые экстренные сообщения «Во взгляд» мы еще дублируем там, на этом сайте, чтобы увеличить вероятность, что им помогут. С новостями оттуда Олеси Бондарева. Почему так низко гитара настроена? Сегодня мы поем песни для Вени Дыркина. Человек, который никогда ни на что не жаловался, который является известным, действительно народным поэтом. Человек попал в очень трудную ситуацию, у него лимфогранулематоз. Человеку сделали 14 химотерапий, сейчас собираются делать 15. То есть об этом мы узнали совершенно случайно от его мамы, и сейчас просто пытаемся сделать хоть что-нибудь для него. Если кто-то может тоже хоть что-нибудь для него сделать, он может это все узнать, чем он может помочь, на страничке www.sos.ru. На этой страничке в интернете есть все о том, что происходит и с этим поэтом, и вообще с нашей Родиной любимой. За последние три недели на адрес сайта www.sos.ru пришло 94 объявления с просьбами о помощи. В основном от людей, жизнь которых из-за болезни находится в смертельной опасности. Веб-мастера Роман и Олег все свое свободное время проводят за компьютером, в надежде помочь хотя бы некоторым. Или вот, например, меня зовут Алексей, мне 24 года. Год назад я познакомился с девушкой по имени Татьяна, и мы полюбили друг друга. От моей невесты я узнал, что она была больна онкологическим заболеванием. Я ему рассказала, в общем-то, на третий день знакомства об этом. Потому что буквально за неделю до этого у меня был разговор с одной моей подругой, которая тоже через это прошла. И она мне говорила, что нужно быть совершенно открытой и сразу вот обо всем рассказывать. Просто чуть ли не в первый день, чтобы потом не было никаких недоразумений. Я почувствовал к ней просто... За нее больше ответственности. На наши отношения это повлияло только с той стороны, что как бы я ее стал крепче любить. То есть она для меня еще дороже стала. Я себя не счастлива и не чувствую абсолютно. Я считаю, что у меня все нормально, все это пройдет и будет все еще лучше. Примите участие в нашей судьбе, помогите нам, чем можете. Нам необходимо 15 тысяч долларов. В основном сейчас объявления, связанные со здоровьем, приходят. И в основном это объявления, связанные со здоровьем детей. У меня зовут Юля, а лекарство мне нужно. Я на цирепатазе, не помню, как оно называется. А для чего? У меня в крови нет фермента. Вот. И оно нужно, чтобы дать мне фермент, чтобы у меня не разрушались кости. Еще они не только разрушаются, они перед этим очень болят. Их боли снять практически невозможно. А ты веришь, что отзовутся люди тебе помогут? Да. Да? Угу. Не сомневаешься? Нет. Сайт www.sos.ru нуждается в поддержке. Нужны люди, которые будут работать с теми, кто просит помощи, и с теми, кто может ее оказать. И нужны деньги, потому что среди корреспондентов сайта, как и везде, по-настоящему нуждающихся намного больше, чем дающих. Впрочем, первые помощники уже есть. Лена по профессии журналист. Пришла сюда, чтобы написать о сайте. И осталось работать, как и все, бесплатно. Обычные спонсоры, они не называют своих имен. Фамилии вообще никто не называет. То есть даже бывает так, что я узнаю о каких-то своих знакомых уже задним числом, что они когда-то сдавали деньги. Но многие думают, что у нас с рук денег нет, ну что я преду с своим несчастным 100 рублями. Просто нужно понимать, что у родителей этих детей, и обычно это мама, которая не работает, потому что она сидит с ребенком. И обычно это папа, которому не платят зарплату. То есть даже 100 рублей, там можно купить витамины, можно купить там яблоки, можно купить сок. Золото-квазый Коперник, твори меня вновь. Спасибо, колдунья весна, за твою акварель. Спасибо вам, вешние чары, за нашу любовь. За маленький домик с видом на небе, а в небе апрель. Хочется вспомнить Достоевского, который сказал, что для счастья нужно столько же счастья, сколько и несчастья. Это точно. И хочется сказать всем людям, которые поняли, что у них есть проблемы с наркотиками. Хочется сказать им, подумайте о других. Подумайте о тех, кому можете помочь вы. Потому что у каждого есть кто-то, кому может помочь только он. И попробуйте уже как-то решить свою проблему, чтобы начать решать другие проблемы. А я хочу последний вопрос задать вам, Яков Манылович. Все-таки что сказать той самой девушке Вере, благодаря которой мы, собственно, стали интересоваться этой проблемой, благодаря которой, как получается, к вам попало столько пациентов. Но сама она, как мы понимаем, никуда не пришла и не обратилась за помощью. Ни к вам, ни в другое место. Вера, где вы? Приходите. Спасибо. А я, Вера, скажу тебе, все только начинается. Все только начинается, да. Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ. Продолжение следует.